Онкологические больные – это больные, которых каждый день имеет большое значение с точки зрения и правильности диагностики, и тактики лечения и так далее. Исходя из того, что у нас действительно и Камчатка получает серьезное бюджетное финансирование. Быть может, мы с вами сделаем анализ того, как и почему и в каких случаях жители Камчатки сами приезжают в Москву. Аудит оказания онкослужбы на Камчатке. Сегодня по инициативе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой на полуостров приехали специалисты Федерального онкологического центра имени Блохина. Вопросы повышения качества онкологической помощи жителям Камчатского края обсудили на совещании, которое Ирина Яровая провела с Камчаткой в формате видеоконференц-связи. Давайте посмотрим и сделаем аудит оказания онкологической помощи на Камчатке, для того, чтобы выработать практические рекомендации. Второе. У меня предложение по поводу упрощения процедуры затребования документов, которые могут предоставляться в электронном виде из регионов и не только Камчатки. Исходя из того, что мы переходим в эпоху современных коммуникаций и технологий, те документы, которые требовались в оригинале, ну, наверное, это уже такой устаревший формат. Электронная форма должна быть вполне адаптивна. Вице-спикер добавила, что также нужно уходить от того, чтобы подтверждение онкологического диагноза делал только врач по месту жительства. Сейчас, даже в случае выявления заболевания в федеральном центре, люди вынуждены возвращаться в регион за подтверждением. В моей личной практике взаимодействия по онкобольному была ситуация, когда онкологическое заболевание было выявлено и подтверждено в федеральном медицинском центре. То есть, более чем высокий статус достоверности того, что у пациента диагностировано такое заболевание. Поэтому направление его вернуться в регион и получить там справку от врача, что у него есть это заболевание и направление, выглядит просто абсурдно, я бы даже так сказала. Вице-спикер Госдумы заострила внимание и на качестве оказания помощи в сфере детской онкологии. В свое время по моей просьбе на Камчатку летали специалисты Минздрава и центра Димы Рогачева и были составлены рекомендации. У нас прошло время, нам нужно посмотреть, насколько эти рекомендации выполняются. У меня огромная просьба, обратите на это самое серьезное внимание, потому что у маленьких пациентов, вы знаете, перспектива самая хорошая, если вовремя диагностировать эту болезнь. Даже самый страшный диагноз, он имеет другую логистику при правильном подходе. Кроме того, специалисты центра Блохина изложат свое видение, как выстроить службу детской онкологии в будущей новой детской краевой больнице. Напомним, предложение Ирины Яровой возвести детский корпус пристроящейся краевой больницы поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующее поручение правительству страны вошло в перечень поручений главы государства. Когда вопросы касаются жизни и здоровья жителей Камчатки, Ирина Яровая реагирует безотлагательно. Она лично курирует лечение всех онкобольных детей в регионе. По инициативе вице-спикера налажено взаимодействие камчатских врачей с ведущими медицинскими центрами страны. За усилия по развитию системы здравоохранения Камчатского края Ирину Яровую поблагодарил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко. Хочу поблагодарить за очень колоссальное внимание, которое вы оказываете здравоохранению региона, искренне за него переживаете. И хочу сказать, что эти переживания заканчиваются помимо решения точных проблем и глобальными решениями, такими как у нас и увеличение с этого года пошло коэффициент с 4,5 до 5 по Дальнему Востоку и Камчатка, и то решение по санитарной авиации. И здесь хочу сказать, что вот с Солодовым буквально две недели назад говорили, Камчатка, наверное, в совокупе тех денег, которые выделены Дальнему Востоку по итогам ВЭФа, наверное, получила самый наибольший прирост денег, это, соответственно, самое наибольшее количество будет вылетов и спасенных жизней. Сотрудники центра имени Блохина будут работать на Камчатке до конца этой недели. Они подготовят рекомендации, как повысить эффективность работы онкослужбы на Камчатке. Лисона Тыпова, Алексей Кузьмин, информационное агентство «Камчатка».